Специальная военная операция имеет общемировое значение, потому что она отстаивает многополярный миропорядок, где все без исключения страны равны. Еще раз напомню об уставе ООН, в нем записано, что объединенные нации основываются на суверенном равенстве государств. Этот принцип никогда ни в одной ситуации ни США, ни их сателлиты не уважают и не соблюдают. И, конечно же, мировое большинство заинтересовано в том, чтобы прекратить нынешнее положение дел, когда американцы требуют от всех уважать не международные права, а порядок, основанный на правилах. А правила у них каждый раз, как у нас говорится, как бог на душу положит. Несколько месяцев, наверное, идет такая дискуссия о том, что вот России только угрожает, говорит про красные линии, а Запад каждый раз эти красные линии пересекает, и ничего не происходит. Я думаю, что президент Путин, недавно выступая в Петербурге, комментировал эту ситуацию, особенно в контексте всяких инициатив о том, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты, американские, французские, британские, и разрешить ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации. Это будет прямая война НАТО против России. И, по крайней мере, в Вашингтоне есть некоторые разумные люди, которые это понимают. И сейчас НАТО ведет войну против России, но это гибридная война руками украинцев. А если речь пойдет о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что их использовать сами украинцы не смогут. На ведение на цель, данные со спутников, на полетные задания, все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит. Никто не хочет ядерной войны, мы это многократно говорили, но смею Вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь очень серьезные последствия для хозяев украинского режима. И эти вооружения имеются, и они в состоянии полной боевой готовности. Наши отношения с Ираном, еще говорят про Корейскую Народно-демократическую Республику, примерно то же самое. И с Ираном, и с КНДР, с любой другой страной, наше взаимодействие экономическое, политическое, военно-техническое и военное, осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств. Если Соединенные Штаты выдумывают по 10 небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене. Еще раз подчеркну, в отношении их с Ираном и с любой другой страной мы не нарушаем никаких норм международного права, включая международного права, которое регулирует военно-техническое сотрудничество. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, это ведь тоже проявление той самой исключительности, комплекса превосходства, о которой мы только что говорили в отношении политики тех же Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в отношении того, как они поддерживают нарушение израильским нынешним руководством всех норм международного гуманитарного права. Когда Соединенные Штаты говорят, мы боремся за демократию, это просто введение в заблуждение. Они борются только за то, чтобы приводить к власти в самых разных странах людей, которые будут выполнять их волю. Вот и все, больше они ничем не занимаются. Мы порядочные люди и мы с Европой заключали долгосрочные договоры. Мы свои обязательства всегда выполняем, в отличие от той же Европы и в отличие от тех же Соединенных Штатов. Те, кто хочет у нас покупать газ, мы повторяю, мы от своих договоренностей никогда не отказываемся. И, по большому счету, мы соседи, у нас есть трубопроводная система. Несмотря на то, что взорвали три нитки северных потоков, сохраняется трубопроводная система, в том числе и через Украину, кстати сказать, и через Турцию, через Черное море. И если это взаимовыгодно, зачем, как говорится, стрелять себе в ногу? Пусть в свои ноги стреляет красавица Европа. Мы выступаем против любой эскалации, но, к сожалению, есть те, кто эту эскалацию хочет разогреть до предела и, в частности, спровоцировать вмешательство в регион непосредственно вооруженных сил Соединенных Штатов. Это очевидно совершенно. Наверное, из этой же истории, из этой же области и то, что сейчас происходит в Ливане, вокруг Ливана, Хизбалла ведет себя, я считаю, сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она обладает. Ее хотят спровоцировать, опять с той же самой целью, сделать неизбежным вмешательством Соединенных Штатов в войну. И мне кажется, что все-таки вот эту опасность в администрации Байдена понимают. И мы очень хотим, чтобы большой войны не состоялось, но самое главное на данном этапе, чтобы было полноценное, постоянное прекращение огня в секторе газа и вообще на палестинских территориях, срочное решение гуманитарных вопросов, возобновление гуманитарной помощи в нужных объемах и обязательно в качестве третьего необходимого шага начало серьезного разговора о создании палестинского государства, потому что без этого рецидивы вспышек насилия на Ближнем Востоке не прекратятся. Продолжение следует...